Что вы знаете о Коте Бродского? На этот раз ты будешь рассказывать более подробно о своем проекте Кот Бродского, как все уже поняли, я думаю. И так все ли я правильно рассказала о нем? Нам интересны остальные нюансы, подробности, детали. Ну, в целом, на самом деле, все, конечно, верно. Но сейчас, вот буквально последние пару месяцев, наш проект претерпевает очень большие изменения. И мне кажется, что важно это подчеркнуть. То есть если до недавнего времени Кот Бродского был действительно шоу книжных стендапов о прочитанных книгах, то сейчас Кот Бродского — это команда людей. То есть мы сформировали команду, которая работает не только над Котом, но еще над рядом мероприятий. Этих мероприятий примерно 7 или 8, то есть в зависимости от того, что мы делаем. У нас команда кураторов мероприятий и команда редакторов, которые сейчас готовят интернет-журнал. Вот таким образом мы работаем. То есть Кот Бродского вышел из какого-то частного проекта на более общий уровень. И интернет-журнал, который мы запускаем, будет называться Кот Бродского. Ну, и таким образом мы выйдем за пределы нашего формата шоу. Хотя шоу, естественно, мы оставим. А как все начиналось? Почему ты решила организовать такой интересный проект, реализовать его? Это была какая-то потребность, чего-то тебе не хватало в жизни нашего города? Или это такая идея, которая с легкостью воплотилась? Это очень долгая история, на самом деле. Она гораздо дольше, чем даже я сейчас могу вспомнить. Наверное, все началось с того, как лет 5 назад я начала делать литературный онлайн-журнал «Намаяк». Мы его вели в течение трех лет с разными людьми. То есть команда периодически менялась. Из-за этих три года, которые мы его вели, пришло понимание, что в нашем городе есть некоторые пустые ниши, которые не заполнены и которые хочется заполнить. И вот одна из самых, наверное, важных ниш, которая мне на тот момент показалась требующей особого внимания, это ниши литературной критики. Потому что у нас в городе огромное количество талантливых авторов, молодых авторов вообще просто какое-то немеренное количество. Я лет, я не помню уже сколько, наверное, 7 назад или 6 курировала городской литературный конкурс, и там участвовало около тысячи человек. Ну то есть можно представить вообще, сколько в городе пишущих людей. Но правда в том, что без человека, который бы это все вычитывал, который бы мог дать какую-то критику, мог дать какой-то анализ или хотя бы просто отзыв на то, что человек написал, литература, она начинает загибаться. То есть она начинает... Ну загибаться-то, наверное, не совсем корректно. Она уходит в стол, наверное, просто больше. Она уходит в стол, и не хватает воздуха, и в результате появляется вот это вот странное предубеждение, что в Владивостоке нет писателей, кроме Василия Авченко. Но на самом деле это ведь не совсем так. Василий Авченко, он просто известен. Он известен благодаря тому, что нашлись люди, которые прокомментировали творчество, люди известные из Москвы, из Петербурга. Есть огромное количество других писателей в нашем городе, которых просто не знают. Ну или знают, но, знаете, широко известны в узком кругу. Вот такая у нас история в городе. И я начала с этой мыслью жить в голове. То есть я с ней прожила несколько лет. Была безумная мысль пару лет назад сделать школу литературной критики. Я с этой идеей немножко побегала по знакомым преподавателям литературы, на что мне сказали, Оля, людям будет неинтересно. Никто не будет ходить на скучные лекции о том, как критиковать литературу. На что я сказала, хорошо. И отложила еще раз эту идею, еще полгода с ней пожила. И вот через полгода абсолютно случайно. Это был просто какой-то такой случайный мотиватор, который сработал. И благодаря нему буквально за пару дней родился проект Котбродского. То есть я вдруг поняла, а почему бы не подойти с другой вообще стороны, не со стороны обучения, а со стороны развлечения, чтобы люди понимали, что это классно. Не просто надо говорить о книгах, потому что книги это так важно, потому что литература это так важно, вот это вот все, что нам в школе говорят. А подойти к тому, что, ребята, это круто, это модно. Вы выйдете на сцену, расскажете о книге, и все поймут, что вы умный, интеллигентный, начитанный человек. И не только это, а еще что вы классный. И вот на этом эффекте, то есть на эффекте того, что мы очень серьезно готовимся к каждому мероприятию. Мы стараемся его сделать таким образом, чтобы всем было интересно, и участникам было интересно, и зрителям было интересно, и жюри было интересно. И чтобы это красиво выглядело, и чтобы все было качественно сделано. И благодаря нашей такой огромной работе над проектом, участие в Котбродском, это действительно что-то важное для людей. Я хочу добавить твой рассказ о том, что людям будет неинтересно слушать о литературе. Понятно, что Котбродского, конечно, проект уникальный по своей форме, мы еще сейчас к нему вернемся. Но я хочу также добавить, например, о лекциях Максима Ивановича Жука, на которые просто невозможно было попасть. Да, Максим Иванович, конечно, очень харизматичный преподаватель, он безумно интересно рассказывает о литературе, о ее героях, о писателях. Но тем не менее, кто бы мог подумать, что люди с таким удовольствием сегодня, как принято считать, будут приходить на мероприятия о литературе. Вот вы в очередной раз с Котомбродского опровергли этот, скажем так, шаблонное мышление современных людей. Ну тут я хочу сказать, что вообще в последние годы, наверное, в последние лет пять я замечаю тенденцию на моду, на интеллектуальный досуг. То есть когда мы еще только-только разрабатывали библиотеку БУК, вот об этом тоже шла речь, о том, что сейчас модно быть интеллектуалом, и поэтому нужно с этим работать, это очень важно. Почему там в Москве и Петербурге буквально каждую неделю открываются какие-то арт-центры, какие-то интеллектуальные центры, их же там огромное количество. И они красивые, масштабные. Современные. Современные. И, казалось бы, куда еще, а люди все равно ходят, потому что люди хотят этого. И мне кажется, что когда началась эта мода, она начиналась, естественно, постепенно, она до нас дошла, не сразу. Но Максим Иванович, он очень вовремя начал заниматься своими лекциями, и он заготовил почву. И я это просто сразу поняла, когда я увидела, сколько людей приходит, и поняла, с этими людьми можно работать. Вот если бы, возможно, если бы не было лекций Максима Ивановича Жука, тут я должна дать ему должное, возможно, нам было бы сложнее. Потому что меньше бы людей понимали вообще, насколько классно слушать и говорить о литературе. А сейчас эти же люди, грубо говоря, которые ходят к Максиму Ивановичу, которые ходят к нам в буквы на другие какие-то лекции, они приходят к нам. Потому что мы им даем примерно то же самое, но под другим ракурсом, под другим соусом, под другим углом. Оля, я правильно понимаю, что Кот Бродского — это отчасти и ораторское искусство? Ведь нужно выйти перед публикой. Расскажи чуть подробнее об этом процессе. Ой, процесс на самом деле прям такой очень сложный, я бы, наверное, сказала. Я догадываюсь, это серьёзная вещь. Мы когда начинали только Кот Бродского, первый Кот Бродского, он был не то чтобы таким комом, но он был очень странным. То есть мы вообще не понимали, как это пройдёт, что произойдёт. Мы дико экспериментировали на тот момент. То есть первый Кот Бродского он вообще проходил парикмахерской ночью. Да. Интересно. И у нас была тема, чего хочет женщина. Пришло 80 человек, и мы были просто в шоке. Ну, естественно, участники волновались, участники не до конца справлялись. И после первого ЖКТ я поняла, нужно что-то с этим делать. Как-то структурировать какая-то всё-таки должна быть схема. Причём не такая жёсткая, что вот вы должны книги рассказывать так-то и так-то, а просто рекомендации. То есть я начала с рекомендаций. Потом мы начали потихоньку готовить участников. Мне помогала моя подруга, которую в городе знают ещё как дред-мастера Абсурд. Вот она вот сейчас ещё в этом Коте участвует. Она мне помогала готовить участников, потому что у неё есть навыки сценической речи. Впоследствии я поняла, что нужна ещё более мощная подготовка. И после четвёртого Кота ко мне обратился ораторский клуб с предложением помочь. И я, естественно, не стала отказываться, потому что мне показалось это страшно интересным. И с тех пор мы готовим участников постоянно с ораторским клубом. То есть после того, как участники получают книги в рамках заданной темы, то есть есть заданная тема, на которую мы с моей командой выбираем книги, а потом эти книги участники тянут в жеребёвке. А потом они читают её неделю, и мы первый раз встречаемся с ораторским клубом. И там они навстречу. То есть это индивидуальная встреча, где только четыре участника и представитель клуба ораторов. И он объясняет, что такое речь, то есть что такое выступление, что такое спич на публику. А он делает это на примере TED выступлений. То есть он показывает улучшенный взгляд выступления TED и комментирует, что туда можно взять, что он считает важным, что неважным. После чего я объясняю участникам про то, с какого ракурса можно посмотреть на книгу, потому что этих ракурсов огромное количество. И можно посмотреть с одного ракурса, можно с другого, с третьего, с четвёртого. Как угодно, это уже на выбор человека. Это уже взгляд и ощущения должны быть от произведения. Конечно, потому что прочтение книги, оно всегда сугубо индивидуально. Единственное, что мы помогаем сделать, это структурировать само выступление, чтобы человек не вышел на сцену и не начал просто от мысли к мысли бегать. Потому что такое бывает. Потом мы проводим ещё вторую встречу непосредственно перед котом дня за 3-4, на которой участники выступают перед нами. То есть они уже выступают со своей речью перед нами, а мы комментируем, что-то добавляем, что-то убавляем. Поэтому я всегда смотрю с позиции жюри, потому что я знаю, по каким критериям жюри оценивает. И объясняю, что вот вы сейчас, например, вот это говорите, а жюри вас просто забарагует за то, что вы это говорите, потому что я им так порекомендовала. То есть если вы пересказываете книгу, то вы 100% не победите, потому что за пересказ книги вычитаются сразу баллы. То есть здесь обязательно не пересказ, а видение. Видение, да. То есть нужно рассказать о книге таким образом, чтобы стало понятно, о чём это, но, грубо говоря, без спойлеров. Потому что, может быть, кто-то из зала захочет её почитать. А это частая история, когда люди, возвращаясь кота, идут в книжный магазин или лезут в интернет, качают или покупают книги и читают. И потом пишут нам, что вот понравилось, как участник рассказал, поэтому я пошёл читать. Мне кажется, так интересно, вы создали некую очень масштабную пиар-компанию абсолютно разных произведений. Да. Будь то классика, будь то современная литература. Мы вообще всё берём. Очень интересно, действительно, идея классная. Я знаю, что теперь у Кота Бродского, как ты уже сказала, есть целая команда. Это те люди, которые непосредственно помогают тебе уже что-то организовывать. Расскажи об этом чуть подробнее. Ой, это такая потрясающая история на самом деле. То есть я люблю писать в Инстаграме восторженные посты о том, как вот я 8 лет страдала в одиночку, тянула это всё, тянула. А тут внезапно команда. И на самом деле я до сих пор до конца не верю, что это вообще случилось, потому что я очень давно хотела себе команду. И очень давно, ну то есть я много-много лет общалась с людьми. Ну то есть люди хотели со мной работать, но, как правило, у людей не хватало мотивации и инициативы. Ну чего-то не хватало, и буквально проходила неделя, и люди куда-то вот девались, пропадали. И мне казалось, что всегда эта история будет так тянуться. Ты уже привыкла? Да, я уже привыкла. А тут как-то в декабре, наверное, прошлого года ко мне обратились двое студентов после моей лекции в ДВФУ. Подошли, сказали, Оля, вы такая классная, хотим с вами работать. Я такая думаю, ну ладно, давайте попробуем. Думаю, опять вся та же история. Сейчас поработают и уйдут. Нет, не ушли. По крайней мере, вот один человек из тех двух, он остался со мной до сих пор. И когда мы начали с ним работать, я начала думать о том, что, а ведь можно кого-то еще привлечь. И постепенно начала привлекать людей в команду. Сейчас у меня команда из девяти человек, и все они дружно работают. У меня команда поделена на две части. Одна часть — это кураторы проектов, другая часть — это редакторы и корреспонденты, которые сейчас учатся тому, что в будущем они будут работать уже как журналисты. И еще важно, наверное, сказать про мою команду, что у меня там есть даже школьники и студенты первых курсов. И мне кажется, что это потрясающе. Мне очень нравится работать с молодыми людьми. Они как-то сообразительнее, что ли. То есть для них социальные сети, вот то, о чем мы сейчас говорили целых два дня на медиа-саммите, это абсолютно понятная вещь, и это классно. Это уже как само собой разумеющиеся, они по-другому к ним относятся, они готовы изучать все новое, черпать вдохновение и распространять там с интересом хорошую информацию. И они очень легко и быстро ищут информацию. В общем, я сейчас просто, не знаю, могу бесконечно хвалить свою команду. Но это на самом деле большое приобретение этого года. И в этом году у меня появилось ощущение, что все возможно. То есть если бы год назад я бы испугалась делать интернет-журналы, потому что это правда сложно, это очень много работы, то сейчас у меня есть вера, что мы справимся. А вот давай сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу и позже продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о проекте «Кот Бродского». Мы остановились с тобой на таком интересном и очень немаловажном моменте, как то, что ты веришь в развитие литературного сообщества, его в современном исполнении во Владивостоке. И ты уже действительно, благодаря тебе, отчасти многое появилось у нас в городе. В частности, проект «Кот Бродского», о котором мы сегодня говорим. Вас также ожидает появление интернет-журнала. Это был грант, который вы выиграли, я правильно? Это был грант, если это так можно назвать. Был конкурс, проходил это весной, от студии, которая разрабатывает интернет-порталы. И мы на него подались. То есть там был призовой фонд, самый большой приз – это было 100 тысяч, ну и остальные, по-моему, кажется, по 25, если я не ошибаюсь. И они сделали такую пиар-компанию через Владивосток 3000. Собственно, оттуда я об этом и узнала. И туда они предлагали подаваться малому бизнесу, либо общественным проектам. Я подумала, ну почему бы «Кота» не подать. И вот я подала «Кота» как будущий интернет-журнал, потому что давно об этом думаю. И на самом деле я не ожидала, но мы победили. Это было очень круто и волнительно, наверное. Ну вот это понимание, когда тебе просто звонят и говорят, вот, здравствуйте, вы победили, когда будем делать сайт. И вот сейчас, начиная с весны, мы очень много работаем над журналом. То есть мы уже поняли, как будет выглядеть структура. Мы уже в голове структурировали у себя рубрики, темы и все остальное. Сейчас мы работаем над наполненностью. То есть нам нужно запускать уже наполненный журнал, и уже два месяца мы с командой собираем. Не так давно, вот в начале этого месяца, при помощи библиотек Владивостока, мы взяли интервью у писательницы Катрин Лаве, которая была проездом у нас здесь. И мне кажется, что это, ну, правда, очень круто. То есть нам бы хотелось вот так работать, брать интервью писателей, брать интервью блогеров. То есть вообще мы делаем журнал не только про книги, а вообще про то, что такое литература сегодня. Мне кажется, это очень важный вопрос. Мне кажется, что это вообще прорыв, потому что с появлением интернет-журнала Кот Бродского активно проявится и литературная журналистика. Я не говорю, что ее совершенно нет, но здесь она станет как можно более доступной всем, не только тем, кто является членом литературного сообщества Владивостока, но и обычные читатели смогут найти эту информацию и в интересной форме прочесть, и это очень здорово. Мы стараемся, мы очень щепетильно работаем над вообще тем стилем информации, который мы транслируем, потому что, мне кажется, это вообще одно из самых важных вещей в современном медиа, то есть стиль подачи, сама речь, язык медиа. Мы над ним сейчас очень сильно работаем. И опять же, что меня сильно вдохновило, это, наверное, запуск портала «Горький медиа», который запустил Борис Куприянов и еще несколько очень крутых людей, к сожалению, я не помню их имена. И вот когда они это сделали, я поняла, что что-то началось, то есть начался какой-то прорыв вообще в России, то есть в медиа России, связанном с литературой. Но «Горький медиа», как мне кажется, это мое личное мнение, он все-таки для более... То есть людей, которые вот в литературе уже очень-очень давно, и они говорят на каком-то своем совершенной языке. Для таких профессионалов. Да, то есть... Их такая тусовка сообщества, да, получается? Да, то есть такие профессиональные читатели. Вот. А мы хотим говорить со всеми. То есть мы считаем, что читать... Читают все, читают разную литературу и читают по-разному. То есть каждый по-разному воспринимает. И это классно. И об этом мы хотим говорить. Я думаю, что у многих телезрителей, у меня сейчас возник вопрос, кто может стать участником Кота Бродского? Есть ли какие-то ограничения? Может быть, они возрастные? Может быть, какой-то кастинг нужно пройти? Расскажи об этом. Изначально мы на Кота брали всех желающих. Но потом вот возникло понимание, что нужно все-таки как-то отсматривать. То есть такой конкурс устраивать для участия в Коте. Это нужно не только нам. Хотя нам, конечно, естественно, это необходимо. Но это нужно и участникам. Потому что участники, проходя через наш так называемый конкурс, они понимают вообще, готовы ли они выступать перед аудиторией. Потому что иногда, когда ты сидишь в зале, вот этом большом, вокруг тебя много людей, а на сцене всего один человек, но ты все равно чувствуешь себя защищенным, и тебе кажется, что да, я тоже так смогу. Вот выйду на сцену и еще лучше расскажу. А потом ты выходишь на сцену и понимаешь, что сложно тебе говорить. Хотя вроде бы вот в голове все есть, говорить сложно. И мы сейчас проводим дебаты Кота Бродского при поддержке клуба дебатов ДВФУ. Они нам помогают, классные ребята. Вот спасибо им большое. Они проводят дебаты между ребятами, которые хотят участвовать в Коте. То есть на каждом Коте мы проводим анкетирование в обязательном порядке. Раздаем всем желающим анкеты, где можно указать, что ты хочешь участвовать в дебатах. Ну и попробоваться в шоу, но чтобы попробоваться в шоу, нужно проводить дебаты. Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Мы с вами свяжемся. Вот так как бы мы работаем. То есть такой тур от Сев получается? Ну да, то есть на дебатах тоже есть победитель, точнее двое победителей, потому что играют командами. Победители тоже получают призы за то, что они классные и у нас поучаствовали. Но вообще, кто будет участвовать в Коте, обычно решаю я. То есть я присутствую на этих дебатах, смотрю на то, как человек держится, какие используют формулировки, как вообще работает, ну то есть вот с той информацией, которая к нему вот так внезапно попала. Ну и решаю, пускать или нет. То есть это не то, что мы такие жесткие, ты не пройдешь. Я понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь о том, что все-таки не каждый человек, который даже пусть очень хорошо сможет рассказать о произведении, исправиться с задачей, он не сможет сделать это перед публикой. И действительно это не каждому дано. Ну и здесь приходится выбирать. А это ведь очень страшно, потому что после Кота, который пошел на дни рождения, Владивостока 3000, мы теперь стабильно собираем, ну, 130-150, мне кажется, еще и больше людей, в зависимости от площадки. Мне кажется, что если мы в будущем найдем площадку, где можно будет посадить 200 человек, к нам будет приходить 200 человек. Я в этом уверена. Просто пока не нашли. Ну, такой хорошей площадки, чтобы был и бар, и стулья, и сцена. Вот, пока сложно. К слову популярности, я знаю, что какая-то интересная история, забавная даже отчасти со значками Кота Бродского. У вас есть фирменные значки? Расскажи об этом. У нас есть классные значки, которые нам делает студия 501. Вот такие деревянные, с нашим логотипом. Логотип у нас крутой. Правда, я очень люблю наш логотип. И эти значки мы всегда традиционно дарим участникам шоу Кота Бродского. То есть в конце, когда все завершается, когда мы уже выносим призы, вот мы награждаем еще значками, как медалями. И в этом году была такая история. У нас был такой стаканчик, в нем лежали значки. На том же столе, где сидела девушка с анкетами, ну, то есть она ждала перерыва, а значки просто, ну, потому что, чтобы они аккуратно лежали. И вот к ней кто-то подошел на перерыве и пытался купить значок, и обещал вообще любые деньги, лишь бы получить этот значок. Мы с тех пор постоянно шутим о том, что мы могли бы озолотиться. Ну да. Но у нас есть принципиальная позиция, мы не продаем эти значки. То есть мы сейчас готовим сувенирную продукцию к ближайшему году, но значки в нее не войдут, потому что значки — это вот такой особый знак отличия. То есть чтобы носить значок от Абродского, тебе нужно быть либо участником самого этого шоу, либо команды, либо шоу, либо участником жюри, опять же, жюри мы тоже дарим значки, либо участвовать в каком-то нашем конкурсе. То есть иногда, не каждый раз, когда у нас есть настроение, скажем так, мы делаем конкурсы, в которых люди просто участвуют и получают значки. То есть мы можем просто подойти к вам на улице с камерой и сказать, расскажите, пожалуйста, нам о вашей любимой книге, а за это мы вам подарим значок. Оля, буквально две минуты остается, и мне бы хотелось, чтобы напоследок ты рассказала о ближайшем мероприятии Кота Абродского, он состоится совсем скоро. Это наш самый, наверное, безумный выпуск Кота Абродского, самый неоднозначный, самый спорный, потому что в этого года мы взяли тему трудные подростки и взяли литературу, которая где-то запрещена. Она не рекомендована к продаже в книжных магазинах, она не рекомендована к тому, чтобы ее размечали в библиотеках. Я знаю, потому что я это проверяла. Но это стоящее произведение, и мы не то чтобы заявляем, что мы против цензуры, то есть цензура — это такая очень относительная вещь. Просто история в том, что жизнь, она же не одна грань, а у нее много граней. И вот на этом, Коте, мы показываем просто вот такую грань жизни, которую запечатлели писатели, классики, то есть это писатели-классики, это признанные писатели, которые прогремили на весь мир своими произведениями. И нам хочется о них поговорить, поговорить с участниками, поговорить со зрителями, что вообще каждый думает об этом, о том, что, например, тот же Рюма Раками, который написал, правда, отвратительную книгу, я считаю ее отвратительной, но он признан при жизни классиком в Японии. И нужно же это как-то прокомментировать, а не замалчивать, ну и не делать вид, что как будто Рюма Раками нет. Это то же самое, что делать вид, что Сорокина нет. Оль, спасибо тебе огромное, что нашла время, пришла к нам. И вам спасибо. Желаю успехов, желаю развития. Хотим, чтобы поскорее вышел интернет-журнал Кот Бродского, будет с удовольствием его читать. Я думаю, наши телезрители тоже. Удачи во всем. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова